Убираем бабушку, и готов сыграл Короче, теперь у меня рухнул, вскомился Так что идёт Афрод пока Афрод пока ждёт Как и Ютуб добрался Хорошо была каска на голове Соблюдайте Севти Первый раз такое в жизни случается Хорошо позвоночник целый Масса хорошая рухнула Сейчас скорая приедет Может на рентген свозят Едем сейчас на рентген Буду проверять Двежские врачи Ничего себя чувствую Нормально Нога опухает У меня удышки Все, привезли в больницу Пока что-то не торопится особо Сейчас посмотрим Пока ехали Берегите себя Аккуратнее На судах Смотрите в оба Короче, приехали в больницу Но меня здесь принимать не хотят Сейчас коронавирус Надо 10 дней ещё Быть в Норвегии Чтобы тебя обследовали Следуй Вот так вот цепочка От экскаватора От экскаватора Прилетела Начиная Короче С губы Почти туда не потерял Потом рука Хорошо Не колено приняло удар Так бы сломалось бы Короче бедро Колено бы выбило И шузы были нормальные В физине Тоже как бы спасло Поэтому ребят Кастер, шузы Это по-любому Надо обязательно Использовать Сейчас Жду агентов Выберет меня И поедем Уже В другой город Здесь же Норвегии Где делают рентген Наложат гипс На судно обратно Там через 3 дня Польша И домой Только я не знаю Как там с чемоданом Буду передвигаться Хотя бы очень большая проблема Если честно Где-где А в Норвегии Я думал Охожусь в больницу Намного быстрее Уже полтора часа Ну сколько мы добирались Минут 40 мы ехали Сейчас еще час Я уже Лежу в ожидании В общем не принимают В такую комнату Закрыли дверь Жду агента В этой больнице Рентген не делают Куда мне привезли Ну на машине Обор Вот Поэтому Поедем в другую больницу С клиентом уже Там еще гипс наложат И на судно Вот Так что На этом Мой контракт Заканчивается Когда сам на ноги Не знаю Я товарищ С подобным переломом Не знаю еще какой там рентген Я пока что покажет Я в принципе особо там не ходил Пустов сломал Ничего там Не доробил Вот Вот Товарищ восстанавливается Очень долго Двух лет наверно Поэтому Тоже придет Причем сломал Походу Второй раз уже Не пухло то Второй раз Первый раз Право ломал Сейчас слева Сцепь удалил так Вот След от цепи Не видно Вот сюда Она пошла То есть Да там Молниеносная была У меня конечно Подозрение что Матрос специально это сделал Хотя он подметал Коменс Я бы сказал Подметай коменс Вот А там еще как бы Идет Ну Цепь да В определенном месте Вдоль всего коменса Вдоль всего судна Вот И он этот цепь Отгибал Отгибал Так это сколько Надо отогнуть Чтобы вся цепь сошла Со всего борта Конечно Бывали такие случаи Но что-то на нашем судне Не припомнят Вот Короче Такой удар Слышал какой-то шум И удар Такой Я думал все Такое чувство было Что меня чем-то прибило Конкретным вообще Я думал Переломало мне все кости Я сразу начинаю Короче трогать все Все ли на месте Голова, шея Чувствую кровища Капает Короче Зубы Нога сразу сильно так не болела В общем Почти сознание потерял Сел Матрос опять втыкает Что-то Я ему сказал он пошел Нормально Ще Чтает �리 Нормально Это Нормально Дом Нормально Центр Я Терпат Нормально Нормально Чтает Никого Нормально Нормально Ты Ну, мы должны... я собираюсь лечить лечку, чтобы помогать. А, чуть-чуть? Да. Я знаю. И мы должны иметь... ...бандаж. Бандаж, может быть, не так хорошо. Может быть, будет больше. Будет больше, да? Может быть, нужно... Но, когда он падает, это болит. Мы должны попытаться отреживать... ...это пирамет. Короче, хочет немного замотать еще. Не знаю, зачем. Не опухало ли. И приподнять ее. Тринген не надо делать, в первую очередь, не кажется. Потом уже все остальные процедуры. Если ушиб сильно, то ушиб. Надо мать мазать какую-то. Типа бодяги. Что-то вроде этого. Короче, ребят, после этого случая я буду еще более бдительным. Вот я сломал ногу тогда в 2005-м. На волейболе. Я после того был таким очень внимательным. До сих пор я, в принципе, это соблюдаю. Но тут балласт мерил. Представляете? Балласт мерил, и у меня цепь сверху прилетает. И по веслу, что прошло по касательной. Вот здесь, да? Каспа. Каспу и по касательной. То есть, если бы у меня немножко голова была под комикс ушла, мне в шее просто ломалось. Скорее всего, я бы, наверное, не выжил. Так что, точнее, при смысл случае получился. Так что, смотрите в оба. Много очень моментов на суде, которые можно не предвидеть. От вас может не зависеть. Ладно. Ладно. Значит, бакать будет. Пока. Я ему сказал, чтобы шел. Звал капитана. Сообщал, что такая ситуация. У нас погрузка идет. Там оставалось догрузить, грубо говоря, 700 тонн. И потом еще одна кучева. Ну, уже идем на мидель у нас на 900. В итоге не закончил погрузку. Там уже сейчас капитан с вторым загружает. Такие дела, ребят. Вот, кстати, девушка подходит. Прошло еще два часа. Забрал меня другой, какой-то водитель. Привез в какой-то госпиталь. Пошел узнавать. Примутали меня с моей пухшей ногой. Вот. Состояние так себе подташнивает. Это, наверное, от удара. Вот. Может быть и то, что я не ел ничего. Для сегодня еще. Плюс спал два часа. Вот такая штука. Неприятное сегодня случилось, ребят. Не знаю. В Норвегии, по-моему, еще сложнее, чем у нас в России. В России, наверное, я бы уже, скорее всего, сделал рентген. Надеюсь. Да. Ладно. Дальше посмотрим, что будет. На инвалидном кресле я еще не ездил. Я блогер на YouTube. Не важно. Просто не принимайте внимания. Здравствуйте! 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 Я жду рентгена, короче, сейчас доктор вернется, инвалидная коляска модная. Такая нога, ну вроде как бы на одном месте держится. Болит, но глубокий хуже, конечно. Чем Норвегия отличается? 6% заряда, а я все-таки любит Досом. То есть здесь воду можно пить прямо из страны. Чистейшая вода. Вот за это я люблю Норвегию, а вот за медицину что-то не особо. Ну ладно, главное, что хотя бы какие-то движения есть. Ладно, потом уже в конце прикреплю, что там какой результат. Ребят, трещина у меня там небольшая. Перелома обошлось, нога опушила. В общем, дали мне презент. Сказали, Хрисмас. На костырях сейчас на судно пойду. Какие дела? Ну, в этом, конечно, благодарочка. Ух. Ух. Ух.